Теперь мне хотелось бы коснуться Полины Саудеевых, тоже интересные детали. Я не касаюсь баптистов-анфентистов, потому что затасканные такие темы, вы все знаете. А вот Полины Саудеевых, на что надо обратить внимание перед всем? Внимание надо обратить на сонтериологию, учение о спасении. Если вы спросите Иудея, как он спасается, то он вам ответит, соблюдая Божьи занятия. У меня был интересный опыт, и встречался с равеным еврейским. Накануне двухтысячелетия Традиста Христова очень много представителей из Израиля приехали в Москву, и от московской патриархии были диалогами, собеседованы с ними на тему, что наши паломники могут есть в среду, в пятницу, что они не могут есть в эти дни, потому что ожидалось, что приедет очень много. И вот я участвовал в этом диалоге, с одной точки зрения, но я затеял разговор с одним равеном на тему спасения. Я его спросил, как вы спасаетесь? Он говорит, надо исполнить законы. Исполнять заповеди, и вы исполнившись законы, превышишь законы. Тогда я вам напоминаю текст из Библии, где сказано, что та душа, которая не будет исполнять все заповеди, уставы, восстановления, она истребится из народа. У евреев слово «истребиться» означает «полное уничтожение», то есть он умирает, погибает в этой жизни, и он не воскреснет в будущей жизни, то есть «полное уничтожение», тотально. Тогда я задаю ему вопрос. Плосковый маленький секрет, мы сидели в ресторане, и я ему все время подливал. Я ему столел и спрашиваю, скажи честно, вот ты исполняешь все заповеди, это 612 митцветов, они сочетали все заповеди, это число 613 заповедов. Он так задумался, честно скажу, не получается. Но тут такая деталь, отец Олег, многие заповеди относятся к временам, когда есть храм, поэтому у нас остается 200 с чем-то заповедов. Я спрашиваю, но вот эти 200 с чем-то исполняете? Нет. Честно скажу, я его попросил сказать, какова причина разрушения первого храма. Дело в том, что в иудаизме действует принцип «мегет» и «мегет» – «мегет» – «мегет» – «мегет» – «мегет». Я спросил, какая причина вообще этих первых храмов? Он говорит, евреи начали проявлять двоеверие. Они ходили в храм, а потом ходили на высоту. И я спрашиваю, Галут сколько был лет? То есть наказание – 70 лет. Пауза. Я к нему приближаюсь и спрашиваю, что вы такое натворили в первом веке, что Галут продолжается почти две тысячи лет? Он говорит, я понимаю, на что вы помекаете, но это никак не связано с этим человеком, с мазаретом. Я говорю, дайте свою версию. Что вы такое натворили в первом веке, что Галут длится почти две тысячи лет? Дело в том, что время 50 лет Дождества Христова и время 100 лет после Дождества Христова – это золотой период в развитии еврейской теологии. То, что называется «Галаха», «Медраши», «Мишни» в самых данных ядрах были сформированы. Канон книг Ветского Завета окончательно был сформированный книг «Песнь песней» приняли только в начале второго века и ряд других текстов. То есть кризиса не были явно. Почему такое наказание? И когда я несколько раз еще переспросил, он говорил, я знаю ответ, я вспомнил ответ, по-моему, он сослался на «Мораль из Праги», известный такой рэби был. Я говорю, что евреи перестали любить друг друга. Они стали очень жестоко упрощаться друг с другом. Тогда я возвращаюсь к именам первого храма. Я говорю, а разве вы не знаете, что в одни первого храма они просто разделились на два государства, израиль, иудеи, и воевали иногда друг с другом. В чем причина разрушения второго храма? Тогда он говорил, ну ладно, вы наверно сами знаете наши источники. Да, Масях родился в это время. Мы оказались недостольны того, чтобы принять его. Мы его не приняли. Поэтому он воздушный на небес. Дело в том, что это все прописано в Агате, это прописано в Медраше, вот эта информация. Но он тут же сказал, это не ваш, конечно, этот, который из Назарета, но он родился, да, как вот Даниил предсказал в это время, но мир оказался, наш мир, не достойно его принять, не приняли его, и он поэтому воздушен. Тогда я задаю вопрос, но ведь Пару Таниил, указывая на эти времена, он говорит, что когда явится Мессия, он сокрушит и долопоконство. То есть камень, который ударяет в ноги Ристукана, а ноги – это железное царство, то есть Римское царство, то есть он должен прийти именно в определенное время, когда было правление Римля, и разрушается этот Ристукан, то есть сокрушается этот язычественный мир, как таково. Действительно, христианство остановило язычество почти постеместно. А там, где язычество не уничтожено, но трансформировано. Под влиянием христиан, например, в Индии прекращен обряд Саати, когда вместе с Мертвым мужем дали его жену и многие другие обряды. Христианство оказывает влияние даже на такие религии, которые враждебно относятся христианам. И здесь он использует тогда прием Рамбана, Нахманида. Он говорит, Даниил, и когда он говорит о рождении его, это одно, а сокрушение идола – это его пришествие. А родиться и прийти – это разные вещи. Этот аргумент использовал Нахманид во время диспута. В интернете можно найти диспут Нахманида или Рамбана. Не Рамбана, а Рамбана. Это был диспут с католическим монахом, который еврей, обратился в католицизм и очень хорошо знал Агаду. И он ловит Рамбана, как раз на ту, чтобы в годе сказал, что он во дне второго храма должен был прийти, то есть родиться, совершать свое служение. И тут Рамбан говорит, нет, он да, родился тогда, а прийти он должен в свое время. В еврейской Агаде мессия должен прийти, пойти к римскому патрию, потребовать, как Моисеева фараона, «отпусти мой народ». Папа скажет, пусть все евреи уходят. И, значит, евреи возвращаются в свою старинскую родину. Именно поэтому религиозные евреи не признают государство Израиля. Вот такие традиционалисты, они не служат в армии Израиля, они не платят на долгах, то есть враждебные отношения государства, они считают, что то, что создали люди, оно развалится рано или поздно. А Израиль может установить только мессия, только мессия. То есть обращение с людьми, вот эти две темы, это вот эксцентрологический аспект, мы должны забыть, я думаю, я оба прицелу вас это, и вопрос о большинстве мессии. Здесь вы можете скачать книгу Вейсмана, она называется «Медраж Рассказывает». Она в интернете есть. Там говорится о том, что мессия пришел в одну и вторую храм, люди оказались недостойны принять, и он возьмешься на небо и ожидаясь, когда евреев созревает это дам, я сожжусь в эту даму, и принесет им избавление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова